Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Биология – наука, изучающая живых существ и их взаимосвязь с окружающим миром. Согласитесь, предмет очень увлекательный. Тогда почему многие из нас так не любили и не понимали ее в школе? Ответ прост – в школе на уроках не было микроскопа. Скорее всего, именно по этой причине вы решили купить своему ребенку этот прибор, но не знаете, что выбрать. Не переживайте, мы вам поможем. В нашей студии есть один очень интересный школьный экземпляр – микроскоп Segetto MB-111. Микроскоп поставляется в компактной пенопластовой форме, собран и готов сразу к эксплуатации. Комплектуется двумя окулярами на 10 и 20 крат, линзой Барлоу с увеличением примерно в полтора раза, объективами 4, 10 и 40 крат, пылезащитным чехлом и инструкцией. Оптический прибор выполнен в металлическом корпусе. Собран весьма качественно и хорошо покрашен. Вес устройства не более 2 кг. Микроскоп оборудован монокулярной насадкой с окулярной трубой диаметром в 23,2 мм. Насадка фиксируется одним стопорным винтом. Стопорный винт имеет слишком большую шляпку, которая мешает поворот у монокуляра на 360 градусов. Угол наклона насадки 45 градусов и это правильное конструктивное решение. Окуляр микроскопа находится в более удобном положении по отношению к глазу наблюдателя. Комплектные окуляры, увы, не могут похвастаться широким поле зрения и высоким качеством изображения. Окуляр в 10 крат выполнен в пластиковом корпусе с металлической посадочной юбкой. Оптическая схема Гюйгенса. Линзы не имеют просветляющих покрытий. Окуляр 20 крат оказался лучше десятки. Оптическая схема Кёльнера. Корпус полностью металлический. Поверхности линз просветлены. Под насадкой находится револьверная головка для трех объективов. Посадочный диаметр объектива 15 мм. В револьвер установлены три простых объектива, не имеющих коррекции хроматической сферической аберрации, комы и кривизны поля. Выполнены в металлическом корпусе без какой-либо маркировки. Оптические поверхности линз не просветлены. Сорокократный объектив оборудован пружинным механизмом, предназначенным для защиты линзы и микропрепарата от случайных повреждений во время неаккуратной фокусировки. Фокусировка в микроскопе осуществляется путем смены положения предметного столика. Диапазон перемещения столика 8 мм. Оборудован микрометрическими суппортами и координатными шкалами. Выполнен из металла. Под столиком находится колесо с шестью отверстиями для светофильтров, которые необходимы для повышения контраста прозрачных и полупрозрачных материалов в процессе наблюдений. Микроскоп оснащен двумя осветительными модулями, работающими от сети через 5-вольтовый блок питания. В качестве осветительного элемента применяется светодиод. Верхняя подсветка необходима для наблюдения непрозрачных материалов в отраженном свете. Нижняя подсветка необходима для наблюдения любых структур, пропускающих свет. Это анатомические срезы растительного и животного материала, культуры простейших микроорганизмов и всевозможные жидкости. Нижний осветительный блок оборудован коллекторной линзой, рассеивающей и смягчающей свет от мощного светодиода. Микроскоп имеет классический коаксиальный механизм фокусировки. Микровинт отсутствует, что усложняет процесс настройки резкости на увеличении более 800 крат. С правой стороны нижнего осветительного блока на корпусе устройства находится рукоять включения подсветки. Этой же ручкой Вы выбираете один из трех режимов освещения – верхний свет, нижний свет и комбинированный. Чуть ниже, на торце основания, расположился маховик регулировки яркости. Не включайте освещение на полную мощность – это может нанести непоправимый вред Вашему зрению. Развернув микроскоп тыльной стороной, мы видим разъем для подключения сетевого адаптера. Батарейного отсека у оптического прибора нет. Микроскоп способен выдать 800 крат качественного изображения. При работе с большим увеличением наблюдается значительное падение яркости и резкости. На всем диапазоне увеличения присутствует весь набор аберраций. Тем не менее оптический прибор справился с нашим стандартным набором образцов, который в этот раз мы решили расширить, добавив микропрепарат муравья и срез еловой веточки. У нас осталось приятное впечатление от микроскопа. Как и у любого другого прибора, есть свои недостатки. Комплектные окуляры и объективы невысокого класса. Нет тонкой фокусировки, нет в комплекте аксессуаров. Но! Учитывая его цену и уровень исполнения устройства, мы смело заявляем Сигетта МБ-111 отстоял свой титул учебного оптического прибора и заслуживает вашего внимания. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.